Австрия. Город Хайнбург. Здесь австрийское бюро Убхамильбао построило футуристичную церковь Мартина Лютера. Мартин Лютер был священнослужителем и известен тем, что основал христианскую церковь. Также он был вождем реформации. В 1517 году он выдвинул 95 тезисов, которые представляют собой логическое доказательство абсурдности веры в индульгенции католической церкви. В 2008 году властями города было предложено построить религиозное сооружение на месте утраченной в 17 веке церкви. Жители города были не против и в июле 2010 года в углу улиц Альт-Пост-Штрассе и Лейрэш-Штрассе состоялась церемония закладки фундамента. В ней участвовал губернатор, архитектор, генеральный епископ и другие деятели. Вольф де Брикс, главный архитектор проекта, сделал эскиз на набросок, который лег в основу концепции будущей церкви. В апреле 2011 года церковь была торжественно открыта для прихожан. Площадь застройки составляет 420 метров квадратных. Церковь является собой нетрадиционное храмовое сооружение, у нее стальная крыша, по своей форме напоминающая водоворот. Ее невероятный дизайн был разработан по форме романского ассуария. Изогнутую форму просчитали на компьютере, чтобы ветер скользил по кровле. Создать такую сложную геометрическую форму помогли специальные технологии и определенная обработка металла, которые доступны только в судостроительной промышленности. Кровля представляет из себя монококовую конструкцию, которой приварены изогнутые металлические пластины толщиной 8 мм. Весь этот каркас приварен к металлическим балкам. Для того, чтобы внутри молельной комнаты были хорошие тепло и звукоизоляционные характеристики, конструкцию крыши отделали камышовыми матами и покрыли звукопоглощающей штукатуркой. Разобранную на 4 части ее доставили в Хайнбург. После этого на тяжеловозных траллах доставили к месту строительства, здесь ее собрали и сварили. С помощью крана конструкцию крыши установили на 4 стальные опоры, установленные по углам здания. Чтобы естественный свет максимально проникал внутрь помещений, в крыше над молельной комнатой сделано 3 больших мансардных окна, над другими помещениями сделаны прямоугольные и круглые окна. Стены здания выполнены из монолитного бетона и отделаны фасадными панелями. В центральной части главного фасада имеется витражное остекление. Внутри стены отделаны белой штукатуркой. Это сделано с той целью, чтобы выделить элементы интерьера из светлого дерева. Входная группа оформлена довольно лаконично, двери глухие, по обеим сторонам от них сделаны прямоугольные витражи. В плане здание имеет вид многоугольника. Здание состоит из молитвенной комнаты, церковного зала, офиса, кухни и резницы. На заднем дворе располагается сад. С помощью складных перегородок можно объединить молельную комнату и церковный зал в одно большое помещение. Одновременно в церкви могут находиться около 50 человек. В молельной комнате стоят стулья, алтарь изогнутой формы и передвижной орган. За алтарным столом установлена декоративная панель с отверстиями в виде кругов и креста. Церковь используют как для религиозных служб, так и для небольших инструментальных выступлений, вокальных представлений и художественных выставок. Рядом с церковью установлена 20-метровая колокольня фантастической формы. Её тоже изготавливали на верфи и собирали на месте строительства. Она выполнена из стали и весит около 20 тонн. Данное решение является характерной чертой многих проектов бюро Хамельбау. В завершении, если вы смотрели внимательно, то могли увидеть недалеко от церкви старую погребальную капеллу. Это как раз то самое сакральное сооружение, которое является романским ассуарем, или, как его ещё называют, карнером. Он был построен в первой половине 13 века. Это типичный представитель сакральных сооружений, которые были распространены в то время в Англии. Часовня погребения выполнена в виде двухэтажной ротонды с восточной апсидой и построена из каменных блоков. Капелла имеет круглые очертания в плане. Внутри хранятся кости умерших.